Хотите верьте, хотите нет, но биография самого известного бандита времен НЭПа начиналась в питерском отделе ЧК по борьбе с бандитизмом и спекуляцией. Молодой чекист Леонид Пантелеев подавал большие надежды и числился у начальства на хорошем счету. До тех пор, пока в ноябре 1921 года не был арестован как подозреваемый в деле о налете на мастерскую по изготовлению орденов и почетных знаков. Бандиты взяли тогда золото и бриллиантов на сумму почти в 2 миллиона рублей. Организатора ограбления рецидивиста Турлевича расстреляли, а сотрудника органов Пантелеева после трехмесячной отсидки в Крестах за недостаточностью улик освободили. Правда, из ЧК все-таки уволили. Но Пантелеев в Крестах даром времени не терял. Переняв секреты мастерства у матерого бандита Белова, на волю он вышел основательно подкованным по воровской части. И буквально на следующий день в пивной на Лиговке познакомился с будущим корешем Гаврилой. Пантелеев и Гаврилы так понравились друг другу, что накатив пивка решили тут же пойти на дело. Около четырех утра под долом пистолета они до нижнего белья раздели на Невском проспекте подгулявшего Непмана и двух его дамочек. Первый блин не вышел комом. Вскоре, выходя вечером на разбой, как на работу, Ленька со своим подельником совершали по три-четыре удачных налета за ночь. Но Ленька Пантелеев был натурой творческой. Банальные уличные грабежи вызывали у него скуку. И он придумал более элегантный способ отъема денег. Ближе к ночи в квартиру какого-нибудь Непмана звонили суровые люди в кожанках и кепках. Предъявляли ордер на обыск, звали понятых и начинали конфискацию имущества. Каждая изъятая вещь заносилась в протокол, копия которого вручалась хозяину. И сообщив напоследок гражданину, что пока его решено не арестовывать, уезжали эти люди с поклажей на черном открытом автомобиле. Понятное дело, после таких налетов никаких заявлений в милицию не поступало. Но впредь доить напуганных Непманов помешало досадное совпадение. Вскоре после визита банды Пантелеевой к одной из жертв по этому же адресу явились с ордером настоящие чекисты, которым обалдевший хозяин предъявил протокол изъятия вещей, оставленной предыдущей группой товарищей. Весь угрозыск был поднят на ноги, а Леньке Пантелееву пришлось вновь включать криминальную фантазию. Вскоре он превратился в строгого финансового директора. В этом образе среди бела дня ближе к обеду Ленька доил Непманские рестораны. Мнимый финанс-спектор был неподкупен, взяток не брал, но всегда находил уйму финансовых нарушений и всю наличность из кассы ресторана уносил с собой, составив акт о конфискации. Когда слухи о грозном финанс-спекторе дошли наконец до угрозыска, было поздно. Всех, кого можно, Пантелеев уже обчистил до копейки. Но однажды и самого короля бандитского Петербурга развели как фраера. В сером октябрьском днем в трактире станции Пантелеев обсуждал с напарниками, как бы половче ограбить кассу соцобеспечения. Как вдруг увидел за соседним столиком очаровательное, хрупкое, белокурое создание. После короткого разговора с Пантелеевым кавалер-барышни бежал в Освояси, а Ленька отправился провожать свою новую знакомую. И Леля, дочь польского магната Станислава Линчевского, рассказала ему о своей горькой судьбе, об отце, бежавшем несколько лет назад за границу, о матери, обезумевшей от голода и нищеты, и о светлом детстве в имении под Белостоком. Через пару недель Лелю было не узнать. Модная шляпка, каракулевое пальто на шелковой вате от мадам Гулио, чулки и лососина, крупные сапфиры в ушах. В общем, изысканная гран-дама. Безумная любовь длилась примерно полгода. До тех пор, до тех пор, пока Ленька, зайдя к своей возлюбленной в неурочный час, не застала ее в состоянии жуткой наркотической ломки. Леля Линчевская оказалась не польской аристократкой, а дочерью-извозчика, которая с 14 лет работала проституткой. Был ли Ленька Пантелеев благородным разбойником, эдаким советским Робин Гудом? Очень сомнительно. Хотя молва наделяла его всевозможными доблестями. Говорили, что он никогда не грабил бедных, а большую часть отобранных у Непманов средств раздавал простым людям. Сам Ленька не раз утверждал, что к мокрым делам не имеет ни малейшего отношения, и если есть на его совести кровь, так это только в те времена, когда он был настоящим чекистом. Этот Робин Гуд Непманских времен настолько поверил в собственную неуловимость, что потерял осторожность. В ночь с 12 на 13 февраля 1923 года в сопровождении Мишки Корявого он отправился на Верийскую улицу к очередной любовнице. С гитарами и закусками они поднимались по лестнице, а там их уже ждали. Дама сотрудничала с органами. Чекисты стреляли на поражение. Тело Леньки Пантелеева выставили для обозрения в милицейском морге. Сделано это было для того, чтобы пресечь городские слухи, мол, подстрелили совсем другого, а Ленька опять сбежал. Лицо убитого было покрыто толстым слоем грима, и кое-кто из знакомых утверждал, что это кто угодно, только не он, не Ленька Пантелеев. А в июне того же года в УГРО поступило заявление бывшего сотрудника ЧК Сергеева. Он сообщал, что, входя на загородном проспекте в трамвай номер 9, столкнулся нос к носу с налетчиком Пантелеевым, схватил его за рука в пальто, но тот вырвался, несколько раз выстрелил, юркнул в проходной двор и скрылся в неизвестном направлении. Продолжение следует...